Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать их на нашем вебинаре. Итак, меня зовут Кудряшова Анастасия, я специалист компании Катерлайн. И сегодня мы поговорим про стандарт MCFO номер 16, учет аренды. В рамках сегодняшнего вебинара мы рассмотрим следующие вопросы. Методология учета финансовой аренды по стандартам MCFO, формирование графика платежей. И рассмотрим, как непосредственно в системе реализован учет финансовой аренды в системе 1С управления холдингом 3.0. Итак, перейдем к теории. Стандарт MCFO 16 достаточно новый. Его применение вступает в силу применительно к отчетным периодам, начинающимся с 1 января 2019 года и, соответственно, после этой даты. При переходе на MCFO 16 арендаторам предоставлен выбор между полным ретроспективным подходом, предусматривающим пересчет сравнительных показателей, как если бы MCFO 16 применялся всегда, и упрощенным подходом без пересчета сравнительных показателей за предыдущие годы. Стандарт 16 пришел на смену стандарту 17, который позволял определять вид аренды – финансовая или операционная, и в зависимости от этого учитывать аренду по определенным правилам. MCFO 16, в отличие от MCFO 17, не позволяет арендатору классифицировать аренду двумя способами, а вся аренда теперь рассматривается как финансовая. Следовательно, наибольшему влиянию подвержена финансовая отчетность именно арендаторов, а это может быть связано с увеличением признанных активов по аренде и финансовых обязательств. При этом учет аренды по новому стандарту будет похож на учет финансовой аренды по MCFO 17 за некоторыми исключениями, позволяющими арендатору не признавать активы и обязательства на балансе в случаях Во-первых, краткосрочные аренды, аренды сроком 12 месяцев и менее с учетом влияния возможности продления срока, а также аренды малоценных активов, например, компьютеров, телефонов, мебели, но не автомобилей. Указанные выше исключения не обязывают арендаторов их использовать. По желанию, он может учитывать данные активы в полном соответствии с MCFO 16, а именно как финансовую аренду. В MCFO 17 не было также требования о выявлении в договоре компонентов аренды для отдельного учета аренды базового актива и прочих услуг по договору. Итак, сейчас мы посмотрели теоретическую сторону вопроса. Теперь перейдем к практике. Посмотрим, как данный стандарт реализован в системе 1С Управления Холдингом 3.0. В настоящее время в системе реализован функционал для схемы учета по финансовой аренде. Ключевые элементы финансового учета у лизинга получателя являются кредиторская задолженность, предмет аренды основного средства и процентные расходы по кредиторской задолженности. Давайте рассмотрим схему на простейшем примере. Вот у нас есть легенда, в которой мы получили основное средство. Соответственно, основное средство должно быть поставлено, должно было бы быть поставлено в декабре 2014 года. Должен был быть заплачен аванс в ноябре. Суммы у нас указаны без НДС. Стоимость основного средства 320 тысяч рублей и 98 тысяч – это аванс. Срок, на который мы арендуем основное средство – 14 месяцев. У нас есть ежемесячный платеж в размере 17 тысяч без НДС. И есть выкупной платеж в размере 1000 рублей. По факту ситуация немножко пошла не так. Соответственно, у нас поставка произошла в январе 2015 года. И чуть ранее был получен аванс. Суммы у нас от этого не изменились. Далее у нас сформирован график платежей. Ежемесячный платеж, аванс указан. И платеж у нас указан с НДС и без НДС. Нам необходим этот расчет для дальнейших настроек системы. Представленная схема учета относительно проста. На практике схема учета для лизинга получателей усложнена следующими обстоятельствами. График платежей обычно указан с учетом НДС. При расчете графика начисления требуется платеж очищать от НДС. Поставка предмета лизинга производится в произвольную дату месяца. В графике начисления МСФО требуется расчет процентного расхода производить как на дату платежа, так и на отчетную дату. И при расчете графика также требуется учитывать начисленные, но не оплаченные проценты. Возникают при начислении на отчетную дату. Такие проценты увеличивают задолженность в колонке остаток. Как следствие, требуется производить отдельный расчет погашения тела кредита для цели расчета суммы реклаз кредиторской задолженности из долгосрочной в краткосрочную. Важно учесть еще один аспект учета договора финансовой аренды, о котором следует знать. Это особенность раскрытия информации в отчетности. Информация по кредиторской задолженности представлена в балансе и в расшифровке. В балансе задолженность разделена на долгосрочную и краткосрочную. В расшифровке же она разбита по срокам погашения. До года. От года до пяти лет и более пяти лет. Сейчас я посмотрю. Давайте далее перейдем в систему уже непосредственно. И посмотрим, как данный стандарт у нас в системе учитывается. Первоначально для отражения финансового инструмента в системе необходимо произвести настройки. Для финансовых инструментов, а именно перейти в блок учет по МСФО, настройки МСФО. И здесь у нас финансовые инструменты. Нам необходимо настроить два справочника. Во-первых, это виды объектов финансового характера. Здесь нас интересует элемент обязательства по финансовому лизингу, который возникает у нас. Здесь мы видим, что у нас тип это ИФРС-16 лизинг, способ учета по амортизированной стоимости. Баланс это как обязательство фигурирует. И характер расчетов у нас финансовый инструмент. Раскрытие справедливой стоимости по графику. Далее нам необходимо произвести настройки справочника «Параметры учета объектов финансового характера». Здесь у нас наименование мы можем ввести любое. Здесь у нас лизинг. Нам обязательно нужно выбрать вид объекта финансового характера. Это вот тот элемент, который мы только что с вами рассмотрели до этого. Здесь мы его выбираем. И, соответственно, счета учета нам необходимо проставить. Для активов и обязательств счета учета, для доходов и расходов. И полезен уже непосредственно счет начисления платежа, счет раскрытия минимальных платежей. И счет учета будущих расходов. После того, как данные настройки произведены в системе, нам необходимо учитывать, что в системе в документах национального учета должны быть заполнены данные по объекту лизинга. Давайте это закроем. Мы переходим в раздел «Договоры и проекты», «Правочник договора». Вот здесь у нас заполнен договор. Это у нас уже идет объекты национального учета. Повторяюсь. Соответственно, вот здесь у нас есть договор, в котором у нас указана естественная организация, контрагент. У нас указаны фактические данные. По договору, с какого момента он действует, да, то есть вот если мы вернемся в наш график, то это у нас даты поставки и плюс 14 месяцев, соответственно. Сумма по договору без НДС указана. Здесь указаны данные национального учета. Для того, чтобы система понимала, понимала, что мы хотим данный объект вести параллельным учетом в МСФО, на вкладке МСФО нам обязательно необходимо указать параметры учета, да. Это тот элемент справочника вот со счетами, да, которые мы заполняли. Соответственно, счета здесь обязательно должны быть указаны, чтобы система понимала, каким образом ей транслировать данные. И так далее, после того, как мы убедились, что в национальном учете у нас все заполнено, соответственно, нам необходимо транслировать данные с национального учета на учет МСФО. Делается это документом трансляции. Так вот, у нас есть документ трансляции, да, который заполняется по кнопке «Заполнить», подтягиваются все данные за период документа, который мы указали в документе, и, соответственно, по организации. Для того, чтобы система правильно подтянула данные, у нас должен быть настроен шаблон трансляции. Давайте его тоже посмотрим. Шаблон трансляции – это настройки сопоставления счетов. Если мы перейдем по кнопке «Настройки сопоставления счетов», мы увидим данный механизм. Здесь у нас слева отражен план счетов хозрасчетный, то есть план счетов национального учета. И, соответственно, справа у нас план счетов МСФО. Если мы выберем какой-нибудь счет, например, давайте 51-й счет возьмем. 51-й счет хозрасчетного плана счетов, а мы видим, что система нам подсвечивает, что данному счету у нас настроено соответствие на счет 1.30.51, а кэш – это уже счет МСФО. Соответственно, с помощью этого механизма сопоставления счетов система переносит данные с плана счетов РСБО на план счетов МСФО. Вот в данном документе «Трансляция» мы видим, что у нас перенесены суммы. Это сумма нашего аванса. Из графика – это сумма платежа. Соответственно, с помощью документа «Выверка трансляции», если мы перейдем, мы можем проверить полноту и правильность переноса данных. Если в колонке «Расхождение» ничего не отражается, значит, данные перенесены корректно. После того, как мы перенесли данные с РСБО на МСФО, нам необходимо создать документы по аренде уже непосредственно в разделе МСФО. Для этого перейдем в блок «Учет по МСФО» и откроем «Документы по финансовым инструментам». Итак, в системе есть четыре документа по финансовым инструментам. Это документ отражения финансового инструмента по амортизированной стоимости. Также отражение финансовых инструментов по справедливой стоимости. Это для финансовых инструментов, отражаемых через прибыли и убытки или отражаемых через прочий совокупный доход. С помощью этих документов система позволяет классифицировать финансовый инструмент так или иначе. Также в программе есть мастер-классификатор, который позволяет помочь классифицировать финансовый инструмент согласно IFRS номер 9. Это опросник, то есть если вы сами самостоятельно не можете классифицировать финансовый инструмент, С помощью мастера классификации вы можете заполнить ответы на вопросы, проставить галочки и система вам поможет в этом. То есть с помощью системы вы уже классифицируете данный финансовый инструмент. Так, вернемся к документам. Также вот у нас третий документ это регламентная операция по финансовым инструментам. Отражение финансовых инструментов по амортизированной стоимости, если мы возьмем этот документ, то данный документ не делает никаких проводок. Он только запоминает графики финансовых инструментов, запоминает графики начисления, погашения, дисконта и уже на основании этих графиков проводки делает как раз таки непосредственный документ регламентная операция. Если мы возьмем документ отражения финансовых инструментов по справедливой стоимости, то он делает проводку по переоценке в соответствии со счетами переоценки. То есть если это переоценка через прочий совокупный доход, он делает отражение через прочий совокупный доход. Если через прибыли и убытки, то на счета прибыли и убытков. Ну и также есть документ стороны финансовых инструментов. Он реализован для транзакционной модели, отслеживает все операции российского учета, которые произошли по документам учета финансовых инструментов и соответственно сторнирует данные операции. Вот таким образом при помощи этих четырех документов, в общем-то, реализован учет финансовых инструментов в системе. Итак, нам необходимо в дальнейшем создать документ расчет финансовых инструментов по амортизированной стоимости. Давайте его посмотрим. Значит, данные в этот документ у нас подтягиваются по кнопке «Заполнить» точно так же из документов национального учета. У нас подтягивается сумма основной стоимости основного средства, у нас подтягивается дата начала и окончания, соответственно. Вот, эффективная ставка рассчитывается автоматически. Значит, далее нам необходимо перейти в графики. Как правило, в национальном учете графики не заполняются, но в учете по МСФО заполнять их обязательно. Графики состоят из стоимости актива и обязательств по аренде. Также на вкладке «Минимальные арендные платежи» у нас есть возможность ввести неарендный платеж. Ну, например, да, вот у нас колонка, например, это будет у нас коммунальные платежи. Неарендный компонент вычитается из суммы платежа, а остаток распределяется на основной долг и проценты. В данном случае у нас нет здесь неарендных платежей, но смысл понятен. На вкладке «Объекты лизинга» по кнопке «Рассчитать стоимость ВНА» мы можем рассчитать стоимость объекта обратным счетом. Ну, так как иногда мы можем знать стоимость объекта, полученного в лизинг, тогда в этом случае мы можем автоматически рассчитать эффективную процентную ставку. В том случае, если мы не знаем стоимость объекта, но знаем рыночную процентную ставку, тогда программа поможет нам автоматически рассчитать стоимость объекта лизинга. Нам необходимо обязательно заполнить график платежей. Заполнить его можно как вручную, внести данные, так же его можно загрузить из Excel. По кнопке «Загрузить», «Загрузить минимальные арендные платежи» у нас подтянется файл. Мы можем подтянуть файл Excel, и данные будут автоматически скопированы в график минимальных арендных платежей. Повторяю, да, что в национальном учете графики, как правило, не заполняются, так как, в общем-то, ну, там они не нужны бывают. Вот, в МСФО нам обязательно нужно заполнить график для того, чтобы система автоматически могла рассчитать нам краткосрочную и долгосрочную задолженность. На вкладке «Параметры инструмента» нам обязательно необходимо заполнить ставку НДЭ, чтобы система, да, автоматически нам тоже рассчитывала. Вот, ну и при необходимости указать рыночную процентную ставку. На вкладке «Дополнительные расходы» мы можем указать различные дополнительные расходы, которые у нас есть. Там указываются комиссии, дополнительные сборы, которые у нас не включены в график. Но они оказывают влияние на денежный поток. Ну, например, да, в случае аренды это может быть расходы на риэлтора, которые мы понесли при аренде. Давайте посмотрим. Здесь вот у нас представлено два типа платежей. Платеж за модернизацию актива. В этом случае расход включается в стоимость основного средства и в стоимость обязательства. То есть капитализируется стоимость основного средства, да, если мы понесли какие-то расходы на модернизацию нашего актива. И также есть условный арендный платеж. В этом случае расход у нас включается в процентную ставку. На вкладке «Объекты лизинга» табличная часть, соответственно, у нас уже заполняется объектами аренды. При изменении рыночной процентной ставки на вкладке «Параметры инструмента» необходимо нажать кнопку «Рассчитать стоимость ВНА». То есть если у нас изменяется рыночная ставка, то мы можем пересчитать стоимость ВНА. На завершающей стадии, соответственно, документ у нас проводится. После того, как мы провели данный документ, завершающим этапом нам необходимо создать документ регламент на операции периода по финансовым инструментам. В данном документе нам необходимо указать наименование организации, дата автоматически представляется и период соответственной сценарии. Данный документ у нас формирует операции по начислению процентного расхода, по начислению лизингового платежа, по реклассу кредиторской задолженности и с долгосрочной в краткосрочную. Соответственно, здесь мы можем посмотреть все операции, которые сформировал данный документ. Вот таким, в общем-то, несложным образом в системе реализован учет аренды по стандартам СФО. Коллеги, если у вас остались какие-то вопросы, вы можете написать их в чат. Давайте я перейду сейчас в чат, попробую ответить на ваши вопросы. Можем ли мы настроить сразу настройки МСФО и РСБУ? Так у нас одинаковая политика, не делая дополнительных документов в трансляции. Политика у вас одинаковая, но вы же при формировании отчетов по МСФО должны будете брать данные из плана счетов МСФО. Соответственно, вам нужно все равно делать документ трансляции, чтобы транслировать данные РСБУ с данных МСФО. Документы у вас, в принципе, все подгружаются. Документы национального учета, но вам их нужно, соответственно, они ложатся на план счетов национального учета. И далее вот с помощью документа трансляции, да, и механизма шаблон трансляции, то есть вот настройки сопоставления счетов, вам все равно необходимо эти данные будут транслировать. Но это мы говорим сейчас о транзакционной модели, вот так как в системе реализованы две модели, трансформационная и транзакционная. Вот в случае транзакционной модели вам необходимо транслировать все-таки с одного плана счетов на другой, вот, чтобы далее уже с плана счетов МСФО подтянуть транслированные данные в отчеты по МСФО. Будет ли в документе, я так понимаю, трансляции по связанным документам, видно, откуда переносились данные? Ну, вот, как я вам, да, показывала, там указано будет, с каких счетов перенесены данные. Вот, с помощью вот выверка документ, давайте еще раз, может быть, сейчас перейду в систему, пробую быстренько открыть, да, документ трансляции. Наш документ, да, соответственно, вот, во-первых, в табличной части мы видим, да, заполнение самого документа, ну, как бы табличная часть, это такая рабочая часть, да, мы здесь можем что-то добавить, что-то, соответственно, удалить, то, что нам не нужно. Вот, здесь у нас видно, да, вот, счета учета, счет национального учета и счет МСФО, соответственно, счета дебита, счета кредита. Вот, ну, и повторяюсь, да, настройки непосредственно, они производятся в шаблоне трансляции, да, то есть, вот, как я говорила, да, например, 51 счет у нас транслировался на счет 1.30.51. Вот настройки, вот в шаблоне трансляции, настройки сопоставления счетов, мы здесь это видим, 51 счет, вот система нам подсвечивает, да, вот галочками мы можем там выбрать или, например, отменить данную настройку. Настройки производятся с помощью, вот, кнопки, да, сопоставить счета. В принципе, механизм несложный, достаточно один раз его настроить. Здесь есть, конечно, более сложные настройки, там, например, можно по субконту отбирать и так далее. Вот, ну, это уже не в рамках нашего сегодняшнего вебинара. Вот, ну, в принципе, на мой взгляд, механизм несложный. Ну, если один раз его настроить, то далее уже в отчеты будут подтягиваться корректные данные. Сразу зашить проводки МСФО. Ну, сразу зашить проводки МСФО, я, честно говоря, не понимаю, как это реализовать. Зачем в табличной части ВНА документа указываются объекты лизинга ОС? У нас основное средство, да, согласно стандарту 16, оно у нас ставится на учет. То есть оно является в период лизинга, оно является нашим основным средством, оно у нас на балансе. Получается двойной ввод и двойные документы. Я не понимаю, почему двойные документы, да, у нас двойных документов нету. У нас документы одни в системе, а просто с помощью настроек у нас два плана счетов. Два плана счетов, и вот с помощью настроек мы с одного плана счетов переносим на другой план счетов. Двойных документов у нас нету. Если вы имеете в виду документы, которые мы создавали по... О которых я говорила, да, документы по финансовым инструментам, ну, их создавать нужно. В принципе, их создавать нужно, да, для того, чтобы система понимала и правильно это все отслеживала, соответственно, переносила кредиторскую рекламу, кредиторская задолженность и делала и так далее. То есть если вы говорите именно об этом, то данные настройки для параллельного учета финансовых инструментов, их создавать нужно. Если, смотрите, вот может быть, да, если вы говорите у вас и в том, и в другом учете все одинаково, да, то в принципе тогда нет. Вам достаточно будет, да, просто настроить сопоставление счетов и уже не вести, да, параллельный учет. Сейчас мы говорим именно о параллельном учете финансовых инструментов. Вы делаете документы дубля РСБУ для переноса МСФО, поэтому мы говорим, что дублируется. Ну, я, да, поняла ваш вопрос, вот я надеюсь, что я уже на него ответила, да, что если у вас, в принципе, все одинаково, можете просто проводками российского учета транслировать на план счетов МСФО. Сопоставление счетов, где делается. Ну, я уже показала этот механизм. Спасибо вам большое, спасибо, что нашли время. Надеюсь, информация была вам полезная. Приходите еще на наши вебинары. Вот, запись вебинаров также расположена на нашем сайте, там много полезной информации, поэтому еще раз спасибо. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok